Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Питер Паулс Рубенс. Фламандская школа сыновья художников. Питер Паулс Рубенс воспитывался в духе гуманизма сначала в доме своего отца, образованного юриста, а затем у езуитской коллегии в Антверке. Призвание его определилось рано, и Рубенс в 1591 году поступил в учение сначала Кадему в Аннорту, затем Котто в Анвен. В 1598 году он является уже вполне готовым художником. Девятилетнее пребывание в Италии дало могущий толчок к развитию его таланта, но не убило в нем оригинальности и не вызвало подражательности. Вернувшись на родину, Рубенс, владая значительными материальными средствами, поселился в Антверкене и сделался основанием школы. Его дом стал сборным пултом выдающихся гуманистов и художников, его мастерская питомником молодых талантов. Рубенс до того был завален заказами картин, что принужден был прибегать к помощи ученику. Этим и объясняется то громадное число до 1400 картин, которые с большим и не меньшим основанием считаются произведениями Рубенса из богатой коллекции картины Рубенса в Эрмитаже. Особенно выделяется Персей и Андромед, несколько пейзажей, поразительно виртуозные его эскизы и чудные портреты, среди которых один шедевр-мастер, портрет его второй жены Елены Фурова. В течение целого столетия портрет, изображающий двух сыновей Рубенса и хранящихся в Древенской галерее, остался одной из знаменитейших картин этой коллекции. Теперь же даже в официальных каталогах галереи эта картина отмечена как ученическая копия с чудного оригинала, находящегося в Лихтенштейнской галереи в Вене. Уже внешние признаки говорят за то, что последняя картина написана ранее и является единственным оригиналом. То обстоятельство, что портрет написан в нескольких приемах и на нескольких досках указывает на то, что художник хотел сначала написать поясной портрет, а потом уже во время работы приказал увеличить доску, чтобы сделать фигуру во весь рост. Древенский же портрет сразу написан во всю величину и при том довольно торопливо и небрежно. Картина Лихтенштейнской галереи представляет собой высшую степень того, чего мог достигнуть Рубенус портретной живописи. В своем стремлении передать внутреннюю, духовную сторону лица, сообщить движение формам и с помощью колорита сделать из простого портрета роскошную композицию. Рубенс нередко вредил характеристики изображаемой личности. Здесь же, напротив, индивидуальность изображенных мальчиков сохранилась вполне. Группировка двух фигур сообщает особую прелесть картины и усиливает ее характерность. Детская живость младшего ребенка в цветном костюме, более серьезная поза старшего, одетого в строгий темный костюм ученика в латинской школе, жест, с которым он как бы защищая обнял младшего брата, ясное чисто детское выражение обеих головок, свежий цвет лица и сочный колорит картины. Все это вместе сливается в чудную гармонию и производит чарующие впечатления полноты и красоты жизни. Оба мальчика сыновья Рубенса от его первой жены Изабеллы Бара. Альберт родился в 1614, а Николай в 1618 году. Судя по их возрасту, картина написана в 1625 году, вероятно, еще при жизни их матери, внесенной смертью после 17 лет самого счастливого супруга. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok